Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию сейчас? Спасибо, я отвечать не буду. Сложно? Как? Не скажу ничего, ребята. Как вы оцениваете? Промолчу. О, не знаю как. Да пух оцениваю. Где? В Костроме? В Украине. Агрессия и все. Какую ситуацию? У нас сейчас одна. Про войну что ли? Положительно. Ну и что, что война? Поддерживаете это, да? Поддерживаю. Все правильно. Я за Путина. Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась? Тремя руками за. Ну, я за только что Владимир Владимирович. Ну, конечно, это все очень тяжело. Там же друзья, родственники и все остальное. Ну, честно говоря, вот они пишут, звонят, говорят, что вот кто-то говорит, что за поддерживает, кто-то говорит, что вы должны выходить на демонстрации, как бы говорить Путину, что он неправильно сделал. Поэтому однозначно я ничего не могу ответить. Конечно, это все очень как бы грустно. Очень грустно. Потому что они ссорят нас, что мы между собой ссоримся. А кто-то на этом выигрывает, кто-то зарабатывает. Вот все, что я могу сказать. Все очень сложно, как ты это ценишь. Ну, очень серьезно. У меня в Харькове все стражи живут, и мне очень тяжело в этом тоже смотреть на это. Но я считаю, что наш президент прав. Больше не могу ничего сказать. Очень тяжело. Опасно и тревожно. Как вы к ним относитесь? К военным действиям. Фашистов как долбили, так и надо долбить. Украинцев. Как же? Нацистов. Не украинцев народ, а нацистов, которые там пришли. Путин все правильно делает. Почему? А что нам еще остается? Нас в угол загнали. Ядерным оружием уже начали угрожать. Что угрожать начал? Этот самый Зеленский. Знаете, что я зелезр смотрю, и его собственные речи слышу. Нормально. Хорошая, нормальная ситуация. С Украиной давно мы должны разобраться было. Естественно, я отношусь положительно. Карблан с президентом. Только так. И не иначе. Иначе в следующий раз война будет на нашей территории. Именно здесь. И вы будете, молодые, которые воспитаны на ТикТоке и на всем остальном, бегать по кустам, прятаться как зайцы. Мы это все проходили в 45-м году. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию в Украине сейчас? Плохо. Почему? Ну, потому что война. Это война для того, чтобы вы жили дальше, счастливо. Иначе, я говорю, война будет на нашей территории. Только так. Читайте историю со времен Переславской Рады, со времен вот этих нациалистических бандеровских движений. И посмотрите. А была не война 8 лет. Донбасс. Бомбили, громили. Это была не война. Все молчали. Мы не лжепатриоты. Мы патриоты. Надо будет. Мы пойдем с оружием в руках защищать. Наш православный русский мир. Все. Вот сейчас боевые действия идут. Люди гибнут. Это что, разве нормально? Так люди что? Мы что ли их уничтожаем? Не мы же уничтожаем. Их уничтожают, их не бандеровцы. Ну как оцениваем? Хорошо, что мы пытаемся очистить эту страну от этой нечисти. Какой? Нациков всех. Ну это что ж война, война. Сколько можно терпеть? Ну в смысле того, что уже на нас вообще границы-то подошли. Что теперь с Россией-то будет? Весь практически мир отвернулся. От России. Повернется. Это уже не первый раз такое. А где сейчас информацию берете? Все смотрю, это Соловьева, время покажет. Вот все, это Россия стала сильной и как говорится. А в чем сила? В чем сила? В армии.